Всем привет, дорогие друзья! В этом видео мы с вами научимся, как называть разные периоды нашей жизни и как можно еще по-другому говорить о нашем возрасте. Оставайтесь, смотрите до конца. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, наша жизнь, да, все наши периоды жизни начинаются с рождения. Рождение будет birth, да, for example, my date of birth is, да, такого-то числа, на даты моего рождения, такого-то числа. И, соответственно, вы можете сказать по-другому. I was born in, например, 1992, да, я родилась в 1992 году. Birth, рождение, be born, быть рожденным. Дальше, после того, как мы родились, у нас начинается infancy, младенчество. И из этого слова мы тоже можем сделать слово младенец, естественно, и он будет звучать как infant. Или вы можете еще говорить new born, да, например, I don't remember anything from the time I was an infant or from the time I was a newborn. Да, я ничего не помню с того времени, да, как я был, ну, о том времени, когда я был младенцем, что, в принципе, логично. Дальше, именно в английском языке есть такое слово toddler. Toddler – это ребенок примерно с двух до трех лет, который может ходить, потому что есть глагол toddle, да, это вот так вот ходить, переваливаясь, ну, на неуклюже. Вот, и отсюда происходит вот это слово toddler, или период этот можно назвать toddler years, да, просто yes добавляем к нему. Я видела в некоторых книгах по психологии, переводят это как ходунок, вот, но я не думаю, что это очень распространенное и правильное название в русском языке, да, у нас тут просто маленькие дети, да, или дети двух лет. Дальше, когда мы уже стали постарше, с трех-четырех лет у нас начинается child food, наше детство. И, опять же, из этого слова мы можем сделать слово child, да, ребенок или kid, child или kid. Никакой разницы нету, это абсолютные синонимы, это не американизм или англицизм, да, два абсолютных синонима. Можете говорить, например, when I was a child, I was very happy, или when I was a kid, I was very happy, да, и, например, in my childhood, I used to go on holidays with my friends a lot, да. В моем детстве, опять же, когда я был ребенком, в детстве я ездил много с друзьями. Дальше у нас начинается период, который называется puberty, и в русском тоже мы очень часто используем это понятие пубертатный период, да, это вот как бы предподростковый период с 9 до 12 лет. Здесь, ну, обычно к людям, которые находятся в этом периоде, к ним тоже их называют child, да, children в этом периоде. А вот после 12 у нас уже начинается подростковый период, который можно назвать либо teenage years, да, по-простому, либо adolescence. Adolescence, да, это вот как раз период с 13 до 18 лет. Кстати говоря, почему тинейджер называется тинейджером? Если вы не знаете, может быть, я вам преподам что-нибудь новенькое. Смотрите, тинейджерами называются люди с 13 до 18 лет. И в этих, во всех числительных, 13, 14, 15 содержится вот этот суффикс тин, поэтому они так и называются тинейджер, да, то есть тот человек, у которого возраст, да, вот как раз тин, да, вот этот вот период. Дальше, когда мы уже с нашим подростковым периодом распрощались, у нас начинается adulthood, да, наша взрослая жизнь. И люди называются взрослые, да, на русском языке, а на английском мы их будем называть adult. Кстати говоря, хочу здесь тоже заметить, отметить по произношению. Вы можете произносить adult и adult, так же как adulthood или adulthood, никакой разницы нету. Как нравится, так и произносите. Оба варианта произношения вполне себе существуют. И дальше уже, ну, не хочется говорить, но после 30 у нас начинается, ну, уже, наверное, не после 30, а к 40 у нас начинается middle age, да, то есть такой, если дословно перевести, то, ну, как бы средний возраст. Зрелый возраст или его еще тоже можно назвать как late adulthood. Ну, это название реже встречается, да, обычно про таких людей просто говорят middle age. Но к ним тоже их называют adults, да, то есть ничего все равно не поменялось в этом плане. Дальше у нас начинается следующий период, ну, где-то примерно с 50 лет уже senior years, да, то есть уже как бы, ну, старость. Да, или просто можно назвать этот период old age. Вот, кстати говоря, про old people лучше так никого не называть, да, old man. Обычно, ну, old man можно говорить, особенно вот когда вы общаетесь с друзьями, ну, кому-то близкому, да, как старик, старичок, old man. Вот, обычно людей пожилых, да, все-таки мы тоже в русском языке не называем их старыми, да, это как-то тоже считается грубо, мы их называем пожилыми. И вот для этого тоже в английском языке есть определенное слово, которое звучит как elderly. elderly people, да, вот пожилые люди. Это будет звучать более мягко и уважительно по отношению к этим людям. Еще хотела вам сказать, как можно разными способами говорить о своем возрасте. Наверняка вы все знаете, что можно говорить как по-русски, да, например, мне 22, I'm 22, и все, да, вот ваш возраст. Но если, допустим, вы не знаете точный возраст другого человека или вы не хотите уточнять свой, да, возраст, можно говорить, например, такими способами. Если вам чуть-чуть за 30 или чуть-чуть за 20, да, вот мы говорим по-русски чуть-чуть за, по-английски это будет I'm in my early 20s, да, мне чуть-чуть за 20. I'm in my early 20s. И, соответственно, если вы хотите сказать про другого человека, например, про мужчину, когда he's in his early 20s, да, ему чуть-чуть за 20. Вот, дальше, если, ну, у вас как бы уже возраст посерединке, то есть, ну, как бы 35-36, вот где-то вот посерединке, вы можете говорить I'm in my mid-30s, допустим, да, то есть, ну, вот у меня 35-36, да, мне где-то так, ну, может, вы не помните, да, или про другого человека, опять же, вы можете сказать My aunt is in her mid-30s, да, то есть, вот моей тёте, там, 35-36 лет примерно. И, соответственно, когда мы уже говорим, например, допустим, моему брату к 40, да, мы говорим по-русски к 40, по-английски мы скажем My brother is in his late 30s, да, то есть, он вот, как бы, если дословно переводить, да, в своих последних годах, 30 лет, да, ну, вот, короче, ему к 40 он приближается уже. Вот и всё, что я хотела вам сегодня сказать, надеюсь, это было полезно, интересно, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал, делитесь нашими видео, я вам желаю успехов во всём, and see you very soon! Субтитры сделал DimaTorzok